утренний гость ну что друзья мы продолжаем нашу замечательную передачу будильники шоу здесь появляется ваш любимец наш любимец народная артистка чуваши августа ульяндино доброе утро доброе утро дорогие друзья доброго утра чуваши доброе доброе утро все те кто нас смотрит я думаю нас смотрит вся россия практически там где живут чуваши они мне кажется очень рады всем всем доброе утро мы надеемся на это что сейчас нас слышит видят и не рад тому что вы у нас гостях мы безумно рады августа часто удается вставать вот так рано куда-то выезжать и уезжать или вот сегодня такой день исключения анечка часто случается так как наш образ жизни он настолько такой интересный нет никакого графика и я думаю сегодня это не первый день как я утром стала и пришла на эту передачу поэтому для меня это привычно не беспокойтесь я уже проснулась как начинается обычно вот такое раннее утро у народной артистки августа как обычно как у всех людей чашечка кофе и бегом краситься кушать собирать сумочку дамскую и так далее понятно то есть вот сегодня день исключения уже по накатанной да уже знаете что куда и как да конечно день полностью расписан столько много забот столько много дел я должна все успеть на самом деле так а вот бывают утренние концерты вот допустим все метра или шесть вот попали в точку до бывают но сейчас конечно же реже это я помню лет 15 назад какая-то предвыборная кампания была помню какая-то предвыборная кампания и в 7 утра на ферме в батаревском районе мы выступали вы понимаете это было очень интересно это было особенно как вы по дороге распевались а мы по-моему там жили целую неделю да конечно с утра в 5 часов как проснулись стали распеваться куда же деваться конечно мы же на я же народница я всегда говорю у народниц всегда голос он форме хоть два часа хоть три часа если ты проснул проснулся и вперед но то есть вы не жалуйтесь да вот мы обычно жалуемся что не в 7 утра у меня вот правда я же нет ли голоса просыпается только где-то к 3 дня в 7 утра он весь такой басистый он на не проснувшись то есть он не хочет вообще под никакой не подвластным управлять очень сложно у народников по-другому да максим я конечно же немножко с иронией такие выступления они не каждый день их так вот редко они случаются на самом деле у вокалиста голос просыпается только после обеда но так как мы уже просналы они дал голос уже должен просыпаться в 10 утра но мероприятие мероприятие же проходит в разное время поэтому мы должны быть всегда в форме мы должны работать а вы нам какую-нибудь мастер-класс сегодня дадите как разомнуть артикуляцию да как вот аппарат как немножко разогреть мне кажется они уже месяц как просто жаждет научиться петь профессионально выйти конечно же масса упражнений все я сегодня не успею показать но для народниц это особенно скороговорки мы начинаем говорить у егора и федора в огороде помидоры я щас конечно полголоса почему ты повторяю у егора и федора в огороде помидоры у егора и федора в огороде помидоры вот и все первое упражнение и конечно же вокализа на а на о и так далее друзья вот такие вот замечательные рекомендации от народа нарциссии чуваши августа улядиной мы еще увидим и услышим что же интересного можно придумать для того чтобы проснувшись 7 утра голоса звучал обязательно спросим у нашей любимицы но пока что давайте обратим внимание на экраны послушаем есть а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Утренний гость Утренний гость Дело вот и недавно В прошлом году получается Ну вот Это были рабочие поездки? Это были рабочие поездки? Да Рабочие, это гастроли Гастроли Крым, Китай Да И, кто еще сказал? Мурманск И Мурманск Как здорово, смотри Там мечта Предел мечтаний, мне кажется Половина наших телезрителей А в особенности подрастающего поколения Друзья, из столицы Чувашии В северную столицу страны С мая количество авиарейсов Чебоксар и Санкт-Петербург Будет увеличено Об этом мы посмотрим В следующем сюжете Сегодня воздушные рейсы Из Чебоксар в северную столицу Выполняет только одна авиакомпания Таким образом Улететь в Питер можно Два раза в неделю В понедельник и пятницу Новые рейсы откроются С 22 мая С этого дня Количество перелетов Увеличится в два с половиной раза Добавятся новые рейсы В понедельник и пятницу И еще один в среду Продолжаем общаться с нашим гостем Августа, вот вы всегда прекрасно выглядите Анечка, спасибо Очень даже приятно Как должен выглядеть Не только народный артист Просто артист И какие советы вы, может быть, дадите Молодым девчонкам Которые тоже хотят стать Стать знаменитыми Как вы Не побоюсь этого слова Спасибо огромное Все банально Во-первых, наша профессия Требует особенного отношения к себе Во-первых, наверное, зритель требует Он нас воспитывает Если мы не будем уважать нашего зрителя То, конечно же, мы уже не артисты Во-первых, мы, да Нас видят, нас слышат Мы должны быть образцами На самом деле Внешний вид Это самое главное Это наша работа практически Кто у нас говорила Господи, ну ладно Это Что хорошо выглядит Это самая тяжелая работа Но насколько это удается Это уже, конечно же, другой вопрос Это совсем другая тема Хорошо выглядеть чисто в быту А на сцене Это уже, наверное, должна быть Совсем другая картина На сцене как должен выглядеть артист? Он должен быть в образе Он должен убеждать зрителей А, во-первых, конечно же В этом помогают костюмы Когда ты одеваешь этот костюм Когда он шит по теме К этой песне подходит И ты переживаешь И ты настолько себя уютно И комфортно чувствуешь Иногда бывает и ошибочка В принципе Иногда бывает, что платье Не подходит к этому произведению И настолько себя неуютно чувствуешь Или там даже туфельки Каблук высоковат Когда ты на сцене себя неуютно чувствуешь И голос тебе не будет уже подчиняться А что молодым советовать? Ну, конечно же, они должны учиться Себя видеть Конечно же, они должны советоваться По поводу образа своего Что они из себя представляют А с вами работает какой-то стилист? Или вы сами создаете себе образ? Сами придумываете, рисуете? Анечка, очень сложный вопрос Вы понимаете, в нашей республике Пока, наверное, еще Стилисты же, конечно, есть Но конкретно с артистами работающих Наверное, пока еще маловато Я, конечно же, учусь сама Себя воспитываю С кем-то я советуюсь Ну, конечно же, по костюмам Мы с художником-модельером работаем Я одна уже здесь Не совсем могу Так правильно увидеть себя Конечно, во всем должны быть персоналы Это, во-первых, художник-модельер Певица Мы должны в дуэте, наверное, работать Да еще и портной, наверное, должен знать Как посадить правильно этот костюм И длину каблука Там, я не знаю, длину платья Угадать именно таким образом Чтобы попасть в образ Чтобы комфортно было человеку Стоять на сцене и доносить Ну, во-первых, еще ансамбль Нас пять человек Этот ансамбль же тоже нужно Прям оформить полностью Чтобы мы выглядели достойно Достойно в ансамбле Ну, говорят, что талантливый человек Талантлив во всем Украшения, какие-то серьги Я знаю, что вы делаете своими руками Да, Анечка, есть такое Я очень люблю этими делами заниматься Во-первых, вот каждая деталь Не только костюм, не только платье Даже браслеты, сережки Они играют очень большую роль Когда мы выходим на сцену Это мы говорим Ага, зритель не заметит Да ничего подобного Абсолютно, когда ты выходишь на сцену Они с ног до головы нас рассматривают Какие туфельки, какие украшения Какая помада, какая косметика Абсолютно все верно И поэтому стараемся, да Конечно, вместе с художником-модельером Я сажусь рядышком И сама своими руками что-то доделываю Что-то мне в голову приходит И настолько вот как над песней работаешь Точно так же творчески С этим костюмом работаешь И представляете Это такое удивительное состояние Когда ты что-то делаешь Это, наверное, самый такой счастливый момент Это нежели как на сцену выйти А вот сам процесс до сцены В преддверии чего-то такого необычного Сказочного даже Девчонки нашли друг друга Все Моманды, каблуки Там какие-то серьги и так далее Будем продолжать разговор, друзья, В будильниках шоу С нашей замечательной гостью Августой Улядиной Ну а прямо сейчас Идем на музыкальную паузу Идем на музыкальную паузу Идем на музыкальную паузу Санжан Бахтар Хевелев. Их херарам, херарам, Тем же не зеваскарам. Жин повещи курсан, Бирьева жаварман. Тем же не зеваскарам. Их херарам, херарам, Жин повещи курсан, Бирьева жаварман. Их херарам, херарам, Убышку санын маарэ. Ачу симшин шишкалэ. Ачу симшин шишкалэ. Убышку санын маарэ. Их херарам, херарам, Ачу симшин шишкалэ. Херарам, 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 херарам. Херарам, 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 херарам. Их херарам, херарам, Их херарам, херарам. Их херарам, 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 херарам. Их херарам, 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 херарам. Их херарам, 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 херарам. Их херарам, 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 херарам. Их херарам, 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 херарам. Их херарам, 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 херарам. Субтитры подогнал «Симон» Будильники Будильники шоу, друзья, по-прежнему в прямом эфире Национальная телерадиокомпания «Чуваши» И общаемся мы с замечательной гостьей С Августой Улядиной Говорим сегодня о многом Говорили уже об интересном, как проснуться Как, собственно, привести голос в порядок Как смастерить, чего там серьги правильно надеть Как хорошо выглядеть Делились секретами Ну и вот так вот плавненько подходим Все-таки к сольнику Который заставляет их хорошо выглядеть И правильно одеваться И продумывать образы И творить, творить, творить Вот когда нам ждать этого действа И что интересного, может быть, новенького Ну, может быть, такую затравочку какую-то Сейчас приоткроет Совсем скоро Вот уже в этом месяце 27 апреля В зале филармонии Состоится мой сольный концерт И, конечно же, фолк-группы Ярды Я, конечно же, не хочу раскрыть все секреты Будут очень много новых песен Не буду врать Действительно, очень много новых песен Очень много красивых новых костюмов Я уже два года не давала сольные концерты Но любой артист должен немножко отдохнуть И дать отдохнуть зрителю Я за эти два года немножечко отдохнула Поразмыслила Новые песни собрала Я думаю, очень приятно Удивлю, порадую своего любимого зрителя Ну и старого что-то будет тоже, да? Старое, да Я включила немножечко Думаю, если вдруг у них желание будет Они же знают мои старые песни Да, есть, они будут Но больше половины программы все новое Сколько идет обычно подготовка у Августа Улядиной С фольк-группой Ярды Для того, чтобы воссоздать новый концерт Это долгий процесс Либо это вот так на коленочке все Сразу и давайте-ка, девочки Репетировали Есть операцион Да, да, да Как это все происходит? Ай, Максим, ты весь процесс сам очень хорошо знаешь Потому что ты сам вокалист Ты сам поешь И Аня также на сцене Если очень серьезно подойти То это очень долгий процесс Вы понимаете, я к этому концерту готовлюсь уже до Нового года Начала, но вот время и дату я забила И думаю, как же мне провести? И у меня каждый день программа меняется Ага, сегодня я решила так, а завтра так Репетируем каждый день Мы же будем живьем пить Пять девочек Мы должны строить Мы должны выучить Не только поем Мы же еще двигаемся Мы должны еще свет выстроить Мы должны видеоряд построить Поэтому это очень такая работа Ну не буду жаловаться Зритель должен, он радоваться Всю кухню он не должен видеть Но тем не менее я скажу, что это не совсем простая работа Во-первых, мы не в кабинете сидим Мы выносим вот этот продукт на суд зрителя Кому-то понравится, кому-то нет Ну, конечно же, всем не угодишь Где-то можем мы ошибиться Ну, ну что поделаешь, наша работа Как готовится Август Иоанн Динавис С группой Ерды к своему сольному концерту Мы будем с вами говорить, друзья, в следующем часе Когда перейдем уже в радиоэфер А прямо сейчас мы хотим сказать До новых встреч всем телезрителям Потому что, как бы там ни было Все-таки время очень быстро летит И заканчивается этот час моментально просто В студии по-прежнему мы Будильники шоу Анголиц Нема Максим Попов